Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге «Бытия», поговорим о восьмой главе. Здесь заключительная часть истории о потопе и истории о Ное. И, собственно говоря, в этой главе завершается рассказ именно тем, каков завет, который Бог заключает с Ноем. По-видимому, другой здесь автор, другие источники, но в целом составители соединили предыдущую эту главу вполне очевидным образом, без каких-то искусственных и заметных переходов. Вот говорится о том, что в итоге после потопа Бог вспомнил о Ное и о всех зверях и скотах, и навел ветер на землю, и воды остановились. Но эти люди, которым принадлежит в том числе и автор предания, автор текста, они вообще привыкли думать о Боге как о единственном по-настоящему свободном действующем лице истории. Причем мы это увидим не только у библейских авторов, авторов Торы, но и часто и у пророков, у мудрых Израиля. Вот все делает Бог. Не в том, вероятно, дело, что, как говорится в предыдущих главах, Бог рассердился, огорчился и всех утопил, а в том, что они вообще не представляют себе мир, мир, в котором что-то может происходить по обезличенным законам. Вообще представить себе законы природы, как какой-нибудь апостол Павел представляет себе закон Моисея, как средостение, как преграду между людьми и Богом, буква мертвая. Такого здесь невозможно. Этот рассказ действительно очень древний, а значит, там все Бог делает сам, собственными руками. Собственными руками. По-другому этот автор просто и не мог бы сказать. Вот Бог навел ветер на землю. Он не имеет в виду ничего другого, кроме как сказать, что вот ветер прогнал эту самую воду. А, конечно, это все было сделано Богом, потому что вообще все, что делается, делается Богом. Никого другого в качестве самостоятельных акторов, автору неизвестно. Ну и вот там вода убывает, ковчег останавливается на горах Араратских. Ну, разные люди очень любят искать на Арарате остатки ковчега, и даже что-то там много раз находили. Но автор ведь вообще не об этом рассказывает. Ни горы, где это произошло, ни что-нибудь еще такое естественное, что можно было бы пощупать, не входят в коммуникативное намерение автора. Он хочет сообщить своему читателю о том, что в какой-то момент Бог остановил свой гнев, остановил потоп, и вот там Ной получил, наконец, возможность выбраться из этого самого ковчега. Больше ничего. Все остальное – поэтические детали, которые не сообщают читателю информации, подлежащие толкованию. Поэтому прыгать выше головы в попытке каждую деталь там разъяснить, ну, по меньшей мере, наивно. Так или иначе, дальше говорится о том, что вот Ной очень не сразу. Это же поэма. Поэтому здесь не может быть, как в судовом журнале. Приплыли, Арарат, вышли. Это поэма. И это должно быть красиво, зрительно даже для читателя. Поэтому автор говорит, вот он выпустил ворона. А ворон, ему сесть было негде. Потом выпустил голубя, который опять не нашел места покоя для ног своих. И вот этот голубь, который возвращается обратно, потом возвращается, как с этой самой смасличной ветвью, свежей зеленью. Заметьте, да, что в 20 веке голубь мира, благодаря, конечно, Павлу Пикассо, воспринимается, как некий знак мира, в смысле отсутствия войны на земле. А на самом деле сам-то библейский образ голубя мира с масличной ветвью подразумевает окончание гнева Божьего, прекращение вражды Бога к извратившемуся человечеству. Вот этот голубь возвращается с масличной ветви, а в следующий раз вовсе не возвращается, и тогда оно и выходит. Бог ему говорит, выйди из ковчега, ты и жена, и сыновья, и жены, и всех выведи. Что, собственно, и происходит. Конечно, для того вся история и затевалась, чтобы все погибло, оно и спасся. То есть автор-то рассказывает о том, что человеческое зло для автора этой части бытия в первую очередь зло религиозно-нравственное. Для других убийство, агрессия, насилие, кровопролитие. Вот это вот все человеческое зло ведет к проклятию, которое делает жизнь на земле невозможной. Все, и все гибнет. Но надо же как-то протянуть линию от этих событий к читателю. Поэтому вот образуются избранные, группы избрания. Это мной, те из его потомков, другие, которые выживают. Ну и, вероятно, для автора тоже важно показать, сказать читателю, что он выживает потому, что Бога послушался. И потому, что в этом зле тотально мне участвовал. В принципе, конечно, для последующих эпох где-то вот в этой почве коренится представление об той или иной форме конца времен. что вот грядет гнев Божий на всякое человеческое зло. Это не вся правда об эсхатологии библейской. Конечно, в ней есть и другое, особенно у пророков. Но вот эта парадигма грядет гнев Божий на человеческое зло. Она всегда в той или иной форме опирается, а часто и прямо ссылается на историю потопа. Теперь в самых последних стихах этой главы говорится о том, что и устроил ной жертвенник Господу. Ну, как нечто вроде бы новое, хотя и не такое уж новое и Каин с Авелем где-то должны были приносить свои дары Богу и так далее. И вот ну и устраивает некоторый жертвенник Господу. Ну, и с другой стороны в логике рассказа о потопе земля-то разорена, все надо устраивать заново. И вот он берет из всякого скота чистого и приносит во всесожжение. И обонял Господь приятное благоухание и сказал, ладно, не буду больше проклинать землю за человеком. И это, конечно, тоже образ широко распространенный, если не общепринятый в древневосточной литературе, в древневосточном мифе представление о том, что вот разгневанные божества, люди, которых нередко боги для того и сотворили, чтобы они работали и приносили жертвы и кормили жертвами богов. Ну и, соответственно, благоволение богов, которое покупается вот такого рода жертвами. То есть все тоже знают ответ на вопрос, почему не наступает катастрофа. ну, мы же знаем, что бог за человеческое зло, за кровопролитие, за идлопоклонство карает в гневе своем страшной катастрофой потопом. «Ну, мы сейчас же живем», говорят друг другу авторы и его современники много тысяч лет назад. Почему? Вот потому, что существует жертвоприношение, которое дает возможность умилостивления богов, и поэтому наш такой же развращенный и злобный мир, как допотопный, тем не менее не гибнет в потопе. Вот жертвоприношение, они нюхают и радуются. И точно так же знакомыми читателю понятными читателю стереотипами описывается здесь то, что происходит между Ноем и Богом. «Обонял Бог приятное благоухание и сказал не буду больше проклинать землю за человеков». Ну, не обязательно автор представляет себе Бога таким антропоморфным дедушкой, который значит этот запах шашлыка дымящийся в ноздрях своих одобряет. Нет, не в этом дело, в том, что ной что-то делает и конфликт заканчивается, гнев Божий заканчивается. И все читатели понимают примерно, о чем идет речь. вот интересно, что отличается, чем этот всем понятный и в общем фольклорный по своему происхождению рассказ отличается, на что здесь автор хочет обратить внимание. И вот не буду больше проклинать землю за человеков. Оказывается, мы теперь живем в другую вообще эпоху, когда Бог не будет больше проклинать землю за человеков. Это при предыдущем допотопном человечестве там вот были такие отношения, сейчас не так. Сейчас Бог обещал, что он не будет этого делать. Помните, в 6 главе было сказано о том, что Господь ною говорит, я поставлю завет мой, договор, договор владыки с покоренным народом, где Бог, Владыка, Ной и его семья и все на самом деле звери, которые с Ной выжили в ковчеге, вот это такой покоренный народ. Вот условия, Бог обещает, Владыка заключает договор, обещает, что не буду больше проклинать землю за человеков, не будет больше такого потопа, и впредь во все дни сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся, не буду больше поражать всего живущего. То есть вот эти глобальные катастрофы в то время, когда живет автор и его читатель, уже не являются воплощением гнева Божьего. воплощение 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 Продолжение следует...